приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова ну что 12 января 2023 вот такой красивый новый календарь год кота или кролика и вот он сам царь этого года кролик бежит к нашей елочки практически закончились все праздники скоро старый новый год для меня это уже какой-то ориентир что то что мы так ждали так быстро прошло ну а я сегодня решила сделать пирожков тонких как моя мама делала вот два у меня уже здесь жарится посмотреть что там ну что же переворачивать пора переворачивать не знаю папа как у меня получилось одной рукой здесь у меня домашний творог делаю вот такую приспособу я себе нашла самый маленький газ и вот такая решетка из старой микроволновки которую я подарила новым хозяевам в москве наши квартиры микроволновка не пользуюсь прочитала что это небезопасно для здоровья и я ее даже там оставила пусть люди пользуются ну а я здесь что у меня как я делала тесто значит просеяла вот такое сито полностью муки я не знаю сколько здесь грамм все на глаз делаю добавила чайную ложку соды сухую муку тесто просеяла муку конечно просеяла соды такую хорошую но наверно с чайную ложку горой соли и домашний кефир так скажем скисшее молоко вот отсюда отняла немножко то что в творог и кислым молоком это все залила оставила тесто пока у меня чистилась и варилась картошечка лучок здесь пережаренный толкушечка все я это перетолкла лучок и добавила немножко молока и вот такие пирожочки у меня здесь делаются покажу вам наших котиков они покушали и устроились здесь отдыхать постелила я этот коврик пока на стол пока не лето уж очень они его любят и коготки кстати него точат и но он не портится пусть к на подоконнике здесь маруська здесь в кресле спит наш черненький кузьма здесь устроилась наша шпулька мы ее еще называем шпу линдра вот ну а здесь вот сидит манька два пирожочка я уже сняла они готовы смотрите какие румяные у меня есть сметанка сейчас пожарю и буду кушать почему я решила испечь пирожки друзья у меня закончился хлеб а на улице такое ветрило вот обратите внимание как полиэтилен развивается на плитке и минус 15 я никуда не хочу идти в такую погоду думаю надо что-то придумать чтобы обойтись без хлеба последний раз я была в магазине где-то 26 декабря в прошлом году набрала своего любимого батона черниговского и очень много заморозила бросила в морозильный ларь и вот только только он закончился представляете я еще не ходила в магазин в этом году думала нажала на стоп пока здесь пристраивала но не нажала такие пирожочки вкусные будут а вот так вот их скалкой раскатываю получаются тоненькие тоненькие класс один пошел хотела сделать с капустой достала банку капусты вы знаете что я всю капусту закрыла с аспирином всю чтобы у меня голова не болела как она сохранится не сохранится вот и думала пережарю из капусты пирожков сделаю а потом решила нет я сделаю просто из капусты салатик второй пошел с ручку и с маслицем пахучин которая нерафинированная и вот будут мне пирожочки с капуста и с картошкой капуста в прикуску с пирожком с картошкой у меня есть еще сметанка в общем сегодня такой день на пирожках ну не хочется мне идти за хлебом вообще-то бы и надо сходить в магазин у меня фруктовница пустая но в такой ветер представляете если минус 15 еще и ветер это очень очень холодно поэтому не пойду до стала там курицу уже разделанную там и филе есть и ножка сделаю с тыквой в духовке вот и еще не знаю сколько не пойду в магазин очень удобно когда привозят молоко вообще молоко друзья это не только молоко это и домашний кефир это и домашний творог и сыроводку я люблю пить очень вкусно и блинчики на ней в общем много всего можно сделать когда есть молоко да еще домашние вот так что все таки прелести провинциальной жизни плюсы тоже есть ну во всяком случае молоко я такое точно в москве нигде бы не купила я даже вкус забыла в москве настоящего молока из-под коровки да еще и пол-литра сливок ну не пол-литра но грамм 400 точно еще хочу из молока попробовать сделать плавленый сыр вот там как-то яйца добавляются ну в общем надо посмотреть рецептик в интернете и попробовать сделать что тут у нас с творогом происходит ну вот уже подходит сыроводка вот можно будет что-то из творогом сделать может варенчиков на делаю может пирог какой из пику так что пусть готовится не выдержала друзья очень хочется попробовать пирожочек со сметаной смотрите какой тоненький прелесть как давно я не ела маминых пирожков красота очень вкусно сейчас еще салатик сделаем с капусты из банки ну вот и и обошлась я без хлеба пару пышек сделаем без начинки с картошкой может быть и не буду все сделать картошкой очень вкусно класс лазила в погреб за картошкой достала банку это вот именно соленые огурцы сейчас открою попробую может быть завтра какой-нибудь салатик из огурчиков еще сделаю вот в погребе тепло я все думала что там происходит залезла все хорошо но я крышку это сам вход в погреб закрывала старым ватным одеялом конечно продых оставляла там такая труба у нас вытяжка так что в погребе все хорошо открыла банку я засыпала сверху сухой горчицы горчица она как этот как это назвать ну короче не пускает вредные бактерии антиоксидант так скажем вот сейчас попробую я такую банку еще не открывала ну что пробуем вот это настоящие огурцы это без уксуса я даже вам передать не могу резкие хрустящие в меру соленые вот все банки которые я до этого открывала они какие-то у меня получились мало соленые тоже вкусно но только не хватило а вот этим и резкости в тех такой нет буду только так наверно закрывать пирожочком вообще с прикуску самая вкусная еда самая обычная деревенская простая выращенная на своей земельке класс недавно был вопрос лена вы не скучаете по москве по московской суете друзья я хочу сказать что я отдыхаю от московской суеты от этих великанов домов небоскребов от много количества людей единственное почем я очень скучаю это мне не хватает московских парков здесь вот именно больших громадных я скучаю по нашим с лёшиком прогулкам мы каждый выходной лёша сутки трое работал и работает он приходил с работой никогда не ложится спать мы готовим рюкзачок берем с собой еду и выбираем какой в какой парк мы пойдем и терлецкие и измайловские и везде есть водоемы и так все красиво благоустроено чистый воздух в парк попадаешь это конечно же совсем другой воздух другая атмосфера и так мы уходили на целый день зимой ходили ну конечно не в морозы брали с собой пледы поджопники и шли вот летом я всегда брала вязание и вот так мы релаксировали вот поэтому я очень очень скучаю именно по таким прогулкам по московским паркам а их москве очень много москва очень зеленый город вот что это единственное чего мне здесь сейчас не хватает а так я довольна всем то что я могу выйти в собственный двор это что я могу возиться в земле и что-то выращивать это что у меня на голове никто не ходит не стучит тишина покой свежий воздух город небольшой но в нем все есть вообще наверное друзья всему свое время когда-то когда я была помоложе мне наверное нравилась эта суета вот сейчас другое я когда в дочери прихожу иногда вот она уезжала к папе теперь уже в россию в лнр и я ходила кормить ее кошечку все это время на две недели там было ой вот казалось бы небольшой дом четырехэтажные людей ну мало все друг друга знают но не могу и я захожу в подъезд это не зайти в свой дух двор друзья понимаете и вот эти все звуки дверь открывается и дверь закрывается в подъездная дверь и соседская дверь я прожив здесь год я стала это очень сильно ощущать но хотя в москве я не знаю может быть там как-то по другому ну да там по-другому устроен у нас был было 16 этажкой там длинный коридор такой прям длинный там я не слышала чтобы двери вот так открывали закрывались может быть слышимость другая была стены другие не знаю но я там этого не замечала а может быть не было сравнения понимаете все же в сравнении познаются так что я не жалею нет ни в коем случае есть свои плюсы и конечно же есть и минусы без этого никуда но в целом в целом меня все устраивает и наш дом теперешние и город и земля которая здесь есть хоть небольшой кучу клочок вот вы спрашивали у нас 8 соток а вот кстати по поводу палисадника что я там посажу я скорее всего посажу здесь кусты смородины может быть малины чтобы это было с пользой ну и конечно же цветы это естественно розовыми пишите по соде розы ну не знаю я не очень люблю розы если честно ну и вот это с них их обрезать вот эти шипы мы скорее всего розы я не буду сажать что-то такое что ну не слишком требует так скажем ухода вот сейчас вам попытаюсь показать как я что сколько я вчера провязала как это занавесочка будет красиво смотреться вот на этом окошке и наверное это занавесочка будет немножко присборено вот эта пряжа она позволяет это сделать потому что она намного тоньше конечно же друзья итальянскую пряжу не сравнить с кировским ирисом она и понятно сейчас я здесь уберу вот такая красота получается ну наверное третью часть третью часть я провязала от этой ширины этой занавесочки очень красиво вы мне писали там лена а нельзя ли поменять местами ну то есть эту занавеску спальню а ты белая куда-нибудь но на другие окна друзья пряжи вот этой мне хватит только на одну занавеску но если только распустить свою ивушку ничего я не хочу поэтому скорее всего здесь будет это занавеска в этой комнате может быть останется пряжи на коротенькую занавесочку для вот окна которая там где стол рабочий вот очень мне нравится очень нравится узор просто прелесть я уже как-то приловчилась запомнился он мне но все равно иногда делаю ошибки вот чем хороша кайма что она вяжется не не очень много петель да если ошибочка вы где-то распустили и все поправили а когда вяжется сразу какой-то узор на всю ширину вот там да там рядочек тогда ой 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 если ошиблись представляете сколько поправлять эту ошибку вот кстати вот здесь вот я ошибалась на 6 рядов и поправила эту ошибку и в каких-то видео показывала какие-то дело у меня вот здесь видите здесь два столбика ну вот вот это вот дорожечка и где-то в трех рядах даже больше ушел один столбик и распускать не совсем не хотелось я просто набрала на крючок сразу 6 накидов и провязала этот столбик с нижнего то есть поправила я сейчас даже не найду где это ошибка была уже ее и не видно прогладилась и все как как и есть не знаю как я вам объяснила понятно или непонятно но то есть недостающий столбик я довязала допустим вот раз два три вот в этих рядах не было вот этого столбика а я уже вот здесь 6 накидов прицепилась ниже и вот так раз 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 и ступенечка вверх провязала вот этот недостающий столбик так что в крючке тоже можно друзья что-то поправить не всегда но такая возможность тоже есть чтобы не распускать много рядов монка здесь пришел видите на этой на коврике не постелила вот здесь они очень любят эти коврики до дома смотки до хорюкалка моя хорюкалка так интересно делает храпит и как-то хрюкает иногда котейки наши еще был комментарии лена вы же не ищете легких путей давайте свяжите вверх тоже вот таким узором друзья я могу связать таким узором но дело не в этом если будет везде такой узор вот это кайма потеряется понимаете потеряется а я ее хочу выделить чтобы на нее был акцент поэтому я верхнюю часть занавески будут вот этой сеточка вязать сеточка в патентные столбики 2 воздушные петли между ячейками вот и я думаю что так будет намного красивее будет сразу акцент вот на этой широкой кайме я же неспроста искала именно широкую кайму чтобы сделать на ней акцент вот как в этой занавески видите хоть она и фабричная но это фабричная филейка да здесь тоже видите какая шикарная пойма внизу а вверху просто обычная сеточка и смотрится это прекрасно вот по этому принципу я и буду вязать свою занавеску выделив именно кайму и еще был комментарий по поводу ловца снов лена все так нравится но вот что-то останавливает как-то не могу связать знаете главное начать друзья вот иногда нет настроения там убраться в доме вот что-то начинаешь делать и пошло поехала как говорится разгон взял да вот поэтому вы начните и когда уже будет вырисовываться красота конечно же вас это будет подстегивать и вы будете вязать и дальше главное начало как говорят лиха беда начала да вот ладно мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее такое домашнее видео я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока